Всем привет! Это канал WORKSHOP CUSTOMS. И сегодня у нас на обзоре очередная новинка от компании STITCH PROFI. В данном случае это подсумок серии FAST на 30 патронные магазины от пистолетов-пулеметов. Как вы видите, он сделан по классической схеме из серии FAST. Он очень похож на FAST, допустим, под классические магазины AKM или других серий. То есть, видите, он очень похож. То есть, даже пластик такой же. Сзади тоже крепление MOLLE аналогично. Единственное, утягивающая резинка с вот этой штучкой вынесена назад. В данном случае она вынесена вперед. А так, в целом, они очень похожи. Единственное отличие между вот этим FAST и пистолетным FAST, то, что он чуть-чуть длиннее. То есть, пистолетный FAST примерно вот такой. Это, соответственно, габаритов вот таких. То есть, он чуть длиннее. В целом, как вы видите, вот эта штука вынесена, утяжка вынесена вперед, но ее, по сути, можно вынести назад. То есть, мы закрепили сзади на разгрузку, утянули, и она нам не мешает. То есть, она где-то внизу. Можно пустить ее по низу вообще. То есть, то же самое. В принципе, не очень критично. Да и, в принципе, сверху она тоже не мешается. Ну, по качеству я вам не буду рассказывать, да. Показывать какие-то краш-тесты, потому что качество в тысяч профи достаточно на уровне. Соотношение цены-качество тоже достаточно приемлемое. Пластик обычный, простой. Ну, я имею в виду по внешнему дизайну, да. Там, допустим, отличие от Воина, тут какая-то у них своя гравировка. Здесь этой гравировки нету. Есть еще под сумки предатор, да. Видите, здесь резина. То есть, тоже такая перфорированная. В данном случае здесь все просто, мини-милистично, да, если грубо так говорить. Ничего лишнего, только сам функционал. Здесь, соответственно, стропы. В принципе, на них ничего повесить нельзя будет, потому что они очень узкие. Мне кажется, сюда не войдет дополнительно. Ну, и не для этого, да. Он именно для вот этих шнуров, чтобы сам подсумок был максимально, то есть, его можно было утянуть, то есть, они держались. Укрепление моли аналогичное, то есть, оно съемное. Можем его снять, поставить что-то типа, как у Воина, то есть, пластиковые, да. Я не помню, как они называются. Малис или Мэрис, как он там называется. То есть, можно снимать и использовать какую-то другую систему. Если вам не нравится, по каким-то причинам. Классическая версия, да, крепления. Ну, это на вкус и цвет. Так, ну, здесь все как обычно, да, то есть, фурнитура именно стичевская. То есть, все на уровне. Здесь сами жгуты тоже достаточно крепкие. То есть, не порвешь, не разорвешь. Кордура, скорее всего, тысячная, поэтому все на уровне. Теперь по уместительности, да. Вот что вы понимали, это корпус от оригинального пистолета-пулемета, Витязь на 30 патронов, да, 9х19. Это для охотников, да, то есть, для любителей настоящего оружия. Для страйкболистов то же самое. Вот у меня, допустим, здесь есть от МП-5 серии Витязь, но более, видите, он пузатый, то есть, реплика Витязя, она более пузатая. Давайте попробуем. Я вот как раз столкнулся с проблемой, что из-за того, что он более пузатый, допустим, в моем случае, да, он тяжело очень входит в эти подсумки. Но, по идее, если их растянуть, то должен нормально войти. Ну, либо я очень сильно покрыл лаком, поэтому она тяжело скользит, поверхность этого магазина может из-за этого тоже плохо входить. Ну, давайте я вам покажу, чтобы вы понимали. Допустим, оригинальный магазин от Витязь Сен, да, либо Сайга-9 входит на ура. Вот он спокойно вошел. Все, на ура. Теперь МП-5, да, то же самое. Он очень легко входит, потому что на МП-5 они вообще маленькие магазинчики. А вот с моим Витязем, с тройбольным от LCT немного все сложнее. Из-за того, что он пузатый, он, видите, он вот тут вот, где утяжка, где проходят эти резинки, он иногда стопорит. То есть, нам приходится либо его с трудом проталкивать, либо, как вариант, вот цеплять одним пальцем за эту часть и помогать ему пролезть. Ну, единственное тоже, вот, не очень удобная штука, ну, не знаю, это чисто на любителя, да. Когда он входит вот сюда впритык, то вот эти грани, они, вот, и широко расходятся. Вот, видите, юбкой полезают. Можно, то есть, не до конца, а можно до упора. Ну, в принципе, на этом все. Новин-то достаточно ожидаемое, потому что сейчас очень в почете. Допустим, та же Saiga 9, да, на нее очень тяжело найти какие-то приемлемые подсумки. Тем более, подсумки серии Fast, либо, да, там, каких-то, ну, быстро, быстро извлекаемых подсумков, да, то есть, чтобы можно было легко и быстро извлечь наши магазины, особенно, там, допустим, для практической стрельбы. Поэтому давно созрел спрос на такие магазины, именно под пистолеты-пулеметы. Я думаю, у спецслужб тоже будет в спросе этот пистолет наиподсумок. Тем более, у конкурентов, да, допустим, тот же Predator тоже пользуется. Кстати, для сравнения этих Predator чуть больше. Я отдельный ролик сниму на Predator, покажу, расскажу. Тоже неплохая версия. Но Stitch не менее хорош, то есть, ничего лишнего. Мне кажется, классная штука, и по цене, там, по-моему, я покупал 560 рублей один подсумок. Ну, давайте я вам покажу компоновку, которую я для себя сделал, именно в страйкбольном варианте. Как это можно, да, повесить? Вот примерно в таком ключе. То есть, здесь у меня разгрузка, лифчик, да, кондоровский. И вот я на него повесил подсумки. Единственное, видите, из-за того, что эти юбки распирают, они ложатся прям впритык-впритык, но, естественно, когда он у вас будет висеть на груди, грудь у вас идет, да, полукруглым фактически, и он как раз расширяется за счет этого. Поэтому в данном случае никаких проблем здесь не будет. Вот, вот, снизу. Вот так вот. Сверху. То есть, вот он ложится на груз, чуть-чуть изгибается, и все отлично. Вот, поэтому вот как-то так, ребят. Могу рекомендовать и советовать, особенно, тем более, что это наш отечественный производитель, который делает вещи довольно-таки хорошего качества, классные вещи и по доступности мне. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал WorldShop Custom. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok